приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы Лариса мне рожи корчит поэтому я смеюсь извините пожалуйста сегодня суббота традиционно по субботам мы готовим сыр но помимо этого сегодня мне захотелось хачапури я говорю Ларис давай приготовим хачапури по-менгрельски с двойным сыром а сыра то у нас нету я говорю так может купим решили не покупать а приготовить было бы глупо готовить покупать сыр когда мы его готовим поэтому сегодня будем готовить и меритинский сыр сыр быстрого приготовления до как бы но полный срок его приготовления то есть он готовится в течение одного дня плюс засолка ночь грубо говоря если мы сегодня готовим на завтра уже сыр можно употреблять в пищу и можно делать вкуснейшие хачапури на самом деле меритинский сыр это не только хачапури это и отличный отличный сыр для сырной тарелки и отличное самостоятельное блюдо но вообще он очень очень вкусный немножко похож на сулугуни но способ приготовления отличается вот как бы мы покажем как его приготовить но достаточно легко он готовится на самом деле меритинский сыр можно назвать даже сыром для начинающих в первую очередь о том что нам понадобится естественно молоко молоко вчерашнего дневного надоя молоко свежее в принципе может быть но лучше чтобы она постояла хотя бы там ну хотя бы 5-6 часов в холодильнике но вот мы с вчерашнее дневное молоко использовали используем сейчас будем использовать на нем поднялись сливки в принципе сливки в этом сыре можно не снимать мы снимаем и в данном случае только из обычной человеческой жадности потому что готовим из сливок масло и сметану вот мне жалко в сливки отправлять честно поэтому если вам не жалко пожалуйста готовьте со сливками никак они в данном случае не испортят не испортят сам сыр помимо этого нам понадобится закваска и фермент для меритинского сыра нужна термофильная закваска нам понадобится 1 4 ложка 1 4 чайной ложки термофильной закваски и фермент все-таки с долгими экспериментами мы пришли к выводу такому что используем все-таки растительный фермент потому что сычужный фермент очень капризный достаточно непредсказуемый плюс морока с хранением пепсин синтетически использовать не хочется поэтому мы используем растительный фермент ну собственно говоря как раз собираюсь снять видео о заквасках о ферментах будет такая небольшая лекция хотя очень не люблю умничать я на самом деле больше люблю практику очень много есть каналов там где люди рассказывают больше про теорию но часто задают вопросы поэтому чтобы отсылать отсылать зрителей к определенному видео раскрою в ближайшее время тему ферментов тему заквасок как это работает для чего это нужно ну вот как бы суть суть всего процесса помимо этого расскажу про плесени но это будет дальше а сейчас да я не сказал 1 2 чайной ложки молока смертывающего фермента растительного понадобится нам водяная баня как я говорю в каждом видео мы используем вот такой вот мармит это оборудование для столовых обычная для поддержания температуры и там 1 2 блюд нужной температуры можно использовать просто две кастрюльки одну больше другую меньше меньше вставляем больше естественно меньшая кастрюлька должна соответствовать тому объему молока из которого мы готовим сыр то есть если мы готовим из 10 литров то кастрюлька должна быть как минимум 11 литров ставим ее в большую кастрюльку и большую наливаем водички чтобы она касалась на меньшей у нас получается классическая водяная баня и не надо нам вот такая вот фиговина совершенно ну собственно говоря есть желание сыроварня нет желания просто кастрюльки прямо этого нам понадобится такой вот термометр очень удобная штука почему именно такой почему не кулинарный щук что этот термометр кастрюлька всплывает он вот таким вот образом ставится на бортик любой кастрюльки и мы можем постоянно контролировать температуру лира для нарезки сырного сгустка если нету длинный нож понадобится вот такая вот мешайка и сна форма для приготовления сыра мы используем вот такую вот форму с поршнем без донышка почему потому что мягкие сыры на вот такой вот решетчатый поток вообще в принципе этот сыр ну как и брынзу как как бы вот подобные сыры его как творог допустим его можно сделать даже в обычном дуршлаге не заморачиваться с формой но мы будем заворачиваться с формой и так друзья сейчас мы быстренько снимем сливки покажем это вкратце и начнем готовить наш эмеретинский сыр потому что время идет хачапури хочется а я заболтался и наверное утомил вас уже своим третом вот быстренько быстренько снимаем сливки лариса сказала что я очень много треплюсь на видео если буду столько трепаться то у нас будет очень сильно длинные видео мы потеряем наших подписчиков наших дорогих друзей а я этого очень не хочу поэтому буквально минута сливки снимаем мы снимаем не полностью мы снимаем половину сливок но чуть-чуть больше чем половину как бы большую часть но как я уже говорил можно не снимать снимаем от простым механическим способом ложечкой для удобства ложечку можно согнуть и съесть ненужная ложка согнуть под 90 градусов будет значительно удобнее из банки их вычерпывать друзья и так сейчас мы быстренько снимем сливки и приступим к приготовлению так как молоко у нас фермерская то перед тем как заливать его в кастрюлю берем марлечку друшлячок и процеживаем молочком чтобы никаких ну в процессе дойки в молоко могут попасть какие-нибудь ненужные какие-нибудь ненужные соломинки там ворсинки и так далее поэтому молочко процеживаем через друшлячок вот таким вот образом молочком нашу емкость для нагревания и теперь нам надо нагреть молоко до 32 градусов по цельсию 32 33 не делайте этого просто в кастрюле то есть сразу же нагрев начинаете в именно в водяной бане он должен быть плавный после этого начнем ну как бы начнем вводить закваску молоко то есть сейчас наша задача подогреть его до 30 32 33 градуса по цельсию друзья ждем наше молочко нагрелась до 32 ну почти до 33 градусов и друзья настало время внести закваску мы отмерили нужное количество закваски и равномерно и распределяем рассыпаем по поверхности молочка закваску мы вносим сухом виде можно ее вносить подготовленную заранее за час за два заселить бактерии в молоко можно также готовить материнскую закваску это где-то в 10 раз снижает расход самой закваски самой культуры но мы особо не заморачиваемся просто вносим ты если делать там больших объемах условиях производства тогда готовится материнская закваска бактерии размножаются и потом она уже вносится то есть получается очень сильная экономия заквасочной культуры на самом деле закваска это молочнокислые бактерии которые ну в процессе своей жизнедеятельности они сквашивают молоко бывают двух видов термофильное мизофильное отличается температурой жизнедеятельности активного размножения вот этих вот молочнокислых бактерий в мизофильной молочнокислые бактерии активно размножаются до 35 36 градусов то есть при 37 по моему они уже начинают погибать в термофильной закваски бактерии живут до 55 60 градусов и активно размножаются так как этот сыр требует ну второго нагрева но собственно говоря термофильная закваска используется во всех сырах которые в плавленных сырах первую очередь которые требуют плавки такие как моцарелла сулугуни к примеру вот и меритинский сыром требует повторного нагрева после ну как бы в процессе мы расскажем процессе формирования в сгустка еще используется в таких твердых сырах как допустим пармезан но в данном случае мы тоже используем термофильную закваску друзья внесли закваску подождали пока она регидрируется и теперь нам надо тщательно перемешать ее по всему объему молока перемешиваем не просто по кругу а вверх вниз обязательно чтобы культура полностью по всему объему распределилась после этого друзья оставляем накрываем молочко крышечкой оставляем его на 60 минут на 1 час и при этом естественно поддерживаем температуру пределах 32 33 градуса ну до встречи через час прошло 60 минут мы поддерживали температуру 33 34 градуса и все готово к внесению молокосвертывающего фермента и друзья несколько слов расскажу мы еще вносим хлористый кальций если вы готовите не из не пастеризованного молока то хлористый кальций вносится опционально если готовите из пастеризованного то его очень желательно вносить готовим 10 процентный раствор хлористого кальция и на 10 литров молока если она не пастеризованная вносим две столовые ложки раствора у извините две чайные ложки раствора если молоко пастеризованная то вносим 4 чайных ложки раствора. Вот таким вот образом. И точно так же перемешиваем все. И по поводу молокосвертывающегося фермента. Как я уже говорил, мы используем растительный фермент, сухой. Его надо минут за 10-15 до внесения подготовить. То есть берем рюмочку 50 мл кипяченой охлажденной воды и полностью растворяем в ней фермент, чтобы он полностью растворился. Перемешиваем и вносим в молочко. Хорошенько перемешиваем. И в принципе тут есть два варианта. Нам надо получить сырный сгусток. Мы можем время от времени проверять сгусток на чистое отделение, а можем определить точку начала флокуляции, что будет более правильно. И потом, используя мультипликатор или временной коэффициент, высчитать точное время образования сгустка. Итак, мы внесли молокосвертывающий фермент и включим секундомер. Для того, чтобы определить точку начала флокуляции, пастеризуем крышечку, обдадим ее кипятком, вот такую капроновую, и положим на поверхность молока. Сейчас эта крышечка совершенно спокойно крутится. Крутанье ее, пожалуйста. То есть она не прилипает к молоку. Где-то минут через 10-15 молоко начнет сворачиваться, начнет формироваться сырный сгусток. Это и будет точка начала флокуляции молока. Нам надо этот момент выловить. То есть где-то через 10 минут мы начинаем время от времени покручивать крышечку. Ну, в общем, мы покажем вам, друзья. Я запустил секундомер. Важно в тот момент, когда мы внесли молокосвертывающий фермент, засечь время. Прошло 10 минут. И вот сейчас вот как раз происходит начало флокуляции молока, начало формирования сгустка. Видите, крышечка начала прилипать. Она еще немножко прокручивается, но уже практически не крутится. То есть вот мы ее прокручиваем, она возвращается назад. Значит, мы это время, 10 минут, умножаем на мультипликатор. Для этого сыра мультипликатор или временной коэффициент 3,5. То есть у нас получается 35 минут. И оставляем сгусток, то есть чтобы он формировался на 35 минут с того момента, как мы внесли молокосвертывающий фермент. То есть всего 35 минут. При этом поддерживаем температуру. И через 30, ну, как бы уже не через 35 минут, уже через 25 минут приступим, друзья, к порезке сгусток. Прошло 35 минут, друзья, наш сгусток полностью сформировался. Проведем тест на чистое отделение. Для этого берем нож и разрезаем сгусток. Если края разреза ровненькие и сам сгусток хорошо отлипает от стенок кастрюли, при этом между стенкой и сгустком проступает сыворотка, значит сгусток полностью сформировался. И настало время его порезать. Берем длинный нож и режем сгусток по вертикали на такие, как бы, кубики со стороной полтора сантиметра. По горизонтали пока не режем. Режем по вертикали, вначале в одну сторону, вот таким вот образом. И теперь перпендикулярно, точно так же, со стороной где-то полтора сантиметра, режем, прорезаем весь сгусток. Температура у нас так и остается поддерживать. Мы контролируем, чтобы температура у нас не падала и не подымалась. То есть она должна сейчас на этом этапе и находиться в пределах 32-33 градусов. После того, как мы полностью порезали сгусток в одну и другую сторону, то есть вдоль и поперек, или если круглая кастрюля, то крест-накрест, чтобы было понятно, оставляем его на 5 минут отдохнуть. По горизонтали пока не режем. Через 5 минут, друзья, порежем сгусток по горизонтали. Это можно сделать лирой или длинным ножом по диагонали, как бы в кастрюлю его, так сказать, вводя и прорезая по диагонали. Чем меньше у нас будет размер кубиков, тем суше получится наш сыр. Такая вот закономерность. И в это время, друзья, после того, как мы порезали сыр, нам надо поднять температуру до 36-37 градусов. Поэтому я включу нагрев. Мы хотим получить более сухой сыр, поэтому режем сгусток более тщательно. Если вы хотите, чтобы он был такой более мягкий, более, ну как сказать, не то что влажный, даже не знаю, ну влажный, да, тогда надо оставить его не сильно разрезанный. И теперь начинаем, пока температура подымается, то есть поднимать температуру надо плавно, не резко, так, чтобы она подымалась у нас в течение где-то 20 минут. Пока температура подымается, мы эти 20 минут, до того момента, как температура не достигнет 36-37 градусов, медленно, очень аккуратно мешаем сгусток. Если у нас остались где-то большие куски, то вот так вот ложечкой их разминаем, друзья. Ну и засекли время 20 минут. Аккуратненько, главное, сильно его не дробить, вот аккуратненько, медленно, плавно перемешиваем. Прошло 25 минут, температура достигла 37 градусов, и мы продолжаем перемешивать наш сгусток, вот так вот плавно, он уплотняется уже потихонечку. Продолжаем перемешивать его еще 10 минут. После этого, после того, как мы его перемешаем, у нас должна быть уже готова простерилизованная форма. Ее можно простерилизовать либо кипятком, либо же пищевым стерилизатором, которые продаются в интернет-магазинах, допустим, пиросульфатом. Вот, мешаем 10 минут, друзья. И после этого на 5 минут оставляем в покое, чтобы сырное зерно у нас полностью осело. Зерно осело, друзья. И теперь сливаем сывороточку. Причем сыворотку не выливаем, мы из нее приготовим рассол. Для того, чтобы приготовить рассол, на каждый литр сыворотки нам надо взять 200 грамм соли. Нагреем сыворотку до температуры где-то 80-85 градусов, растворим в ней соль и охладим. Это надо сделать за время, пока у нас будет прессоваться наш сырок. Что-то она не очень хорошо осела, да? Ну, так, наверное, немножко взболтала просто. А зачем-то взболтала. Ну, так получилось. Вот так получилось. Сыворотку мы сливаем, в принципе, только для того, чтобы нам было удобнее доставать сырное зерно и перекладывать его в формочку, друзья. Сейчас Лариса ее сцедет потихонечку. И мы вернемся к вам, начнем перекладывать сыр в форму. Отобрали сывороточку и начинаем перекладывать сырное зерно в форму. Сыр этот готовится методом самопрессования, поэтому никаких грузов, ничего нам такого не надо. Просто перекладываем его в формочку, аккуратненько разравниваем. Чуть-чуть совсем можно в процессе разравнивания его придавливать. Сильно придавливать не нужно, потому что, повторяю, он готовится методом самопрессования. Таким вот образом все перекладываем в нашу формочку. И пока сыр будет прессоваться, друзья, наша задача приготовить рассол. А прессоваться он у нас будет 2,5 часа. Сейчас я расскажу, как нам надо приготовить рассол и охладить его. Охладить до температуры 10 градусов. Потому что сыр у нас будет солиться в холодильнике. Выложили весь сырочек в форму. Получилось его так достаточно много. Что-то у меня по ощущениям, что здесь килограмма-полтора. Ну, оно еще стечет. Я думаю, что где-то килограмм с чем-то будет. Оставляем его, друзья, стекать. На полчаса застекаем время и оставляем стекать. После этого будем переворачивать. Ничем не придавливаем, никаких прессов, ничего. Вот. В это время готовим рассол. Прошло полчаса, друзья, и надо наш сырок перевернуть. То есть он за полчаса немножко уплотнился. У нас форма без донышка. Поэтому мы переворачиваем следующим образом. Ложим сверху коврик. Теперь ложим поддончик. Бутербродом переворачиваем его. Вот таким вот образом. И потом переносим опять на поддончик для стекания. Если у вас форма с донышком, то желательно иметь две формочки. Ставите одну на другую. И так как сыр мягкий, вынимать его из формы еще рано, я думаю. Он может рассыпаться. Ну, не то чтобы рассыпаться, но где-то разломиться. Вот. Вот. Поэтому вынимать его полностью не стоит. Лучше взять формочку на формочку. И вот так вот, ну, грубо говоря, как две формы верхами друг к другу кверху. И просто перевернуть. Вот таким вот образом. Оставляем его теперь на час прессоваться. Через час еще раз перевернем точно так же. То есть всего полчаса он у нас оседает, уплотняется. Переворачиваем один раз на час. Второй раз на час. И после этого, друзья, будем отправлять его на засол. Итак, друзья. Меретенский сыр у нас прессовался два часа. В это время, за два часа я его перевернула один раз. У нас получилась такая довольно-таки плотненькая головочка. И сейчас мы его засолим. У нас готов рассол. Так как уже озвучивал Даня. Я сюда добавила еще дополнительно две столовые ложки 10% хлористого кальция и одну столовую ложку уксуса. Так помещаем наш сырочек в рассол. И оставляем его на 12 часов. 12 часов он у нас будет просаливаться. И в принципе мы его сможем уже дегустировать. Друзья, наш эмеретенский сыр солился, сейчас вам скажу сколько, 12, 13, 14, 15 часов. И мы его можем доставать из рассола. И его надо немножко обсушить. Я возьму такое бумажное полотенце. И немного его обсушу. Ну и собственно говоря, он уже готов к употреблению. Сейчас попробуем, разрежем. Посмотрим, что у нас получилось. И я расскажу, друзья, как его хранить. Значит, хранится он может в холодильнике до месяца. Есть два варианта. Хранить его можно просто ставить в контейнер пищевой. И заворачивать в пищевую бумагу. То есть обвернули пищевой бумагой в контейнер и в холодильник. Второй вариант. Можно приготовить рассол и хранить его в рассоле. Для этого нам понадобится литр сыворотки. Ну или воды можно кипяченой. На литр сыворотки столовую ложку сахара и столовую ложку соли. И в этом рассоле тоже можем хранить сыр в пищевом контейнере, в холодильнике. Пусть он там плавает. Досаливаться ему уже не надо. Он не созревает, ничего не будет. Просто будет храниться. Тоже можно хранить в течение месяца. Ну и попробуем. Дайте мне немножко, пожалуйста, Лариса. Разрежем нашу прекрасную сырную головку и меритинского. На днях сделаем хачапури по-менгрельски. Поделимся с вами рецептом. Конечно, очень сложно делать рецепты кавказской кухни. Потому что вроде бы все делаешь правильно. И по вкусу получается то, что надо. Но налетает куча комментаторов кавказцев и рассказывает, что все не так надо. Друзья, посмотрите, какая красота. Это нечто. Этот разрез, ну просто. Такое впечатление, что я попал сейчас на рынок в Тбилиси. Там, где сыры продают. Просто невероятно. Сейчас покажу поближе. Срез. Посмотрите, какая красота. Вот такой вот он на срезе. Такая корочка. Ну, срез вообще исключительный. Ну и осталось только попробовать. Ну что, друзья, попробуем. Идеально. Идеально. Единственное, что, наверное, все-таки 15 часов мало для засолки. Отправлю-ка я его еще на пару частиков. Хотя нет. Нет. Не надо его больше солить. Ну, такой он, ну, не сильно соленый. Слабый. У нас брынза последняя получилась крепко соленая. Я ее передержал в рассоле. А этот, не надо его больше солить. Как раз, как раз то, что надо. Ну, не могу не удержаться. Сейчас буду второй кусочек кушать. Друзья, не буду вас задерживать. Америтинский сыр получился великолепный. По поводу того, как его хранить, я рассказал. По поводу того, как из него сделать хачапури по-мингрельски. Но это на самом деле далеко не все, что можно делать из америтинского сыра. Просто, как вы помните, сама цель была хачапури по-мингрельски. Мы расскажем в одном из следующих видео. Вот. И на этом, собственно говоря, хочу попрощаться с вами. Если у вас будут какие-то вопросы по приготовлению сыра, задавайте их в комментариях. Мы на все вопросы отвечаем. Надеюсь, что видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. А мы будем снимать для вас новые вкусные видео. Всего доброго. Пока.